Надежда Игоревна, мы поговорим сейчас о возможном повторном всплеске с заболеваемостью ГЛПС. Что Роспотребнадзор может сказать, какие прогнозы, так ли это? Ну давайте говорить все-таки не о всплеске, а в эпидемиологических терминах, но давайте говорим о подъеме заболеваемости, который возможен в осенний период. По Павловскому региону прогнозируется достаточно напряженная ситуация по геморрагической лихорадке с пущенным синдромом, не исключение Саратовская область. У нас для нашей Саратовской области более характерна осенне-зимняя сезонность. Это связано с миграцией грызунов в жилые постройки прежде всего. А поскольку у нас исходная численность грызунов была высокая, как и их инфицированность, то при миграции инфицированных особей в жилые хозяйственные постройки, в дома, возможен, конечно, определенный подъем заболеваемости и в осенние месяцы. Исключить этого полностью нельзя. Но проведение профилактических мероприятий снизит остроту этого процесса. Надежда Игоревна, осень пара грибов любителей охоты. Что Вы скажете, входит ли в группу риска данная категория граждан? Ну, кто хотя бы один раз собирал грибы, понимает, что поиск грибов связан с поиском их на земле. А это значит определенная возгонка пыли, которая может быть, может сформироваться аэрозоль, который в том числе может быть контаминирован вирусом ГЛПС. Конечно, для грибников определенный риск существует. Охотники. Это, как правило же, они охотятся все-таки в таких местах, которые достаточно заросшие, необрабатываемые, не в лесопарковом состоянии они стреляют в дичь. Я так думаю, правда, я не охотник, мне сложно судить. Поэтому там тоже могут быть определенные риски, связанные как с заражением ГЛПС, так и другими природно-очаговыми инфекциями, которые характерны для Саратовской области. Я имею в виду и лихорадку западного, и другие заболевания. Сейчас ведется ли какой-то мониторинг ситуации по количеству грызунов? В общем, вот ситуация. Мониторинг, он ведется у нас на постоянной основе. Это в течение всех четырех сезонов года эпизоэкологический мониторинг проводится как нашей подвесной организации ФБУ с Центром геоэпидемиологии, так и ФКУ с Роснипчий микроб, который вот в данной ситуации активно работает на этом направлении. То есть мониторинг, а летом он проводился чаще, в том числе и по районам области, где проявляется активность ГЛПС. То есть мониторинг ведется на постоянной основе и по эпидемическим показаниям. Результаты мониторинга показывают, что, например, после профилактических обработок на кумысной поляне произошло достоверное снижение численности грызунов, но их инфицированность остается еще высокой. Поэтому эту территорию мы однозначно, однозначные рекомендации не посещать, как в летний период, который заканчивается, так и в осенний период, который начнется. По грибникам, да, я вам уже сказала, риски есть, поэтому стоит подумать, стоит ли переболеть достаточно серьезным заболеванием из-за, пусть даже ведра грибов. Сейчас мероприятия какие-то вообще проводятся по недопущению роста? Что входит в эти мероприятия? Мероприятия не прекращались в течение всего этого периода подъема заболеваемости, и они начались еще и до подъема заболеваемости, потому что ряд районов области у нас обработки все-таки провел. Я имею в виду весенние барьерные, вокруг неблагополучных населенных пунктов по ГЛПС. Сейчас у нас прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии 15 августа, на которых были определены именно задачи на осенний период. Решение этой комиссии направлено во все администрации, и все главы администрации в курсе того, что в осенний период понадобится проведение достаточно масштабной осенней барьерной диоретизации вокруг неплохополучных по ГЛПС пунктов и поселковой диоретизации в этих же пунктах. Во всех остальных, где наблюдается, мы же не можем полностью, даже если район спокойный по ГЛПС, заболеваемость парадическая, единичная, имею в виду, исключить заражение полностью нельзя и в таком районе, если он в эндемичной зоне. Поэтому во всех районах необходимо проводить такие мероприятия, в том числе и на местах пребывания населения, на свалках проводятся тоже такие мероприятия диоретизационные, на кладбищах нужно проводить диоретизационные мероприятия. Единственное, что осенью, конечно, эти территории, наоборот, очистятся от грозунов, и они перейдут в дома. Поэтому главный упор делается на барьерную диоретизацию и на поселковую диоретизацию. То есть помимо тех мер, которые примут органы исполнительной власти, органы местного самоправления, необходимо еще лично гражданам озаботиться о грознонепроницаемости своих зданий. Надя Жириновна, сейчас Следственный комитет, вы, наверное, слышали информацию, возбудил уголовное дело по факту бездействия должностных лиц. Как вы считаете, что вы можете по этому поводу сказать, по такому вот этому уголовному делу, кто является вообще ответственным в данном случае? Потому что формулировка, она звучит довольно-таки общая в отношении ответственных лиц. На вас спят, кто не исполнил свои обязанности в данном случае? Кто попадает вот в это? В данном случае судить возбуждение уголовного дела я могу только из того, что вы сказали, потому что другой информацией мы не располагаем. Всю информацию, которая требовалась от нас, Следственный комитет мы предоставили, и отношения у нас никаких действий не проводятся. Но дело в том, что обязанность исполнять вот эти мероприятия, она определена не только санитарными правилами по ГЛПС, она еще определена комплексным планом мероприятий, который разработан в Саратовской области и входит составной частью в постановление правительства Саратовской области о мерах по обеспечению санитарных благополучия на 2016-2020 годы. Наверное, не могу я комментировать действия следственных органов и определять степень уноса того или иного. А кто должен эти действия проводить? Действия, если мы говорим о мерах по профилактике ГЛПС, то тут достаточно просто. Это организация, то есть мы, как контролирующий орган, контролируем проведение этих мероприятий. Организуют их органы исполнительной власти в области. Это, например, если как пример можно привести выделение активов, достаточно быстрое, я считаю, выделение средств из резервного фонда на проведение профилактических мероприятий именно на территории Комысных полян правительства в области. Это органы местного самоуправления, в которых, если, например, брать органы местного самоуправления в нашем муниципальном районе, то в каждом муниципальном районе существует аналогичный и областному план по профилактике ГЛПС. Просто интенсивные данных мероприятий, например, для районов, где степь будет немножко другая, а те, которые в лесной зоне, они уже давно об этом знают. Вот как пример можно привести Откарский, Петровский район, где даже существуют определенные программы по профилактике ГЛПС, и в рамках этой программы ежегодно выделяются деньги на проведение мероприятий. Кстати, территории, которые ранее у нас давали, практически всегда заболеваемость ГЛПС, лесная зона, и такая с речками, с ручьями, то есть то, что благоприятно для грызунов. То есть сказать, что органы местного самоуправления не делают ничего, я тоже не могу. Естественно, что во время подъема такого заболеваемости просто нужен этот объем мероприятий пересмотреть оперативно, увеличить его там, где нужно, изыскать средства и провести их в том объеме, который обеспечит станопил благополучие населения.